Накануне по Покровскому тракту столицы мужчина на иномарке сбил насмерть пожилую женщину на пешеходном переходе. Это и другие происшествия, попавшие на днях в хронику ЧП, разобрал Виталий Абрамов. Накануне к концу рабочего дня на 9-м километре Покровского тракта произошел очередной наезд на пешехода. К сожалению, с летальным исходом. Водитель Тойоты Саксид, направляющийся в сторону Хангаласского улуса, не заметил вышедшего на зебру человека. У мужчин оказался треск, с его слов он ехал не больше 40 километров в час, но при этом не смог остановить машину, так как пешеход резко вышел на дорогу. Да, вину признаю. Видимо, на что-то отвлекся. Конечно, пытался вернуться, но не смог. 72-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Дело передано в следственные органы. Дорожно-транспортное происшествие произошло в сумерки. Искусственное освещение было включено. Нерегулируемый пешеходный переход оборудован по всем правилам. Установлены соответствующие дорожные знаки. Теперь перейдем к более насущным проблемам. На днях в Якутске был задержан настоящий малолетний рецидивист, у которого в криминальной карьере уже имеется судимость за кражу и 14 угонов автомобилей. В этот раз беднягу задержали за угон машины из села Бетюн Амгинского улуса. И он вместе с дружками приехал в Якутск, где по ориентировке их быстренько и вычислили. Троица находилась под сильнейшей властью зеленого змея. И получить какие-нибудь пояснения было весьма затруднительно. Втроем пили, да? Одну бутылку или сколько там? Скорее всего, я не могу этого простить. Стоит отметить, что раньше наш герой был несовершеннолетним и Фемида была благосклонна к нему и надеялась на его исправление. Однако, теперь с достижением 16 лет, карьеру главного героя ГТА Амга-Сити придется, наверное, приостановить. Что случилось? Да у меня вообще ничего случилось. Я перед этого выхода ничего не буду объяснять. По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подобными персонажами с начала года было угнано уже более 40 автомобилей. И ГИБДД советует хозяевам железных коней ни в коем случае не оставлять ключи зажигания в салоне и, выходя из машины, даже на несколько минут надежно закрывать двери. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, МВК Саха, Якутск.